доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха старой самопознания меня зовут наталья кто со мной еще не знакомый сегодня предлагаю раскрыть тему его решение относительно вас и ваших отношений настраивайтесь на расклад посмотрим ситуацию между вами что там происходит каких энергиях находитесь вы в каких энергиях находится загадан человек по отношению к вам да по отношению друг другу и раскроем важный вопрос что же все-таки он решил в отношении вас итак ситуация между вами если чувствуете что резонирует тогда продолжайте смотреть данный расклад ситуация между вами ожидание да мы чего-то ждем 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 и никогда ждаться такое ощущение не можем да а возможно ждете сообщения от этого человека также и мужчина может может ждать сообщение от вас и это было бы знаете таким как сигналом для того чтобы в ваших отношениях началось какое-то конкретное движение движение для конкретных удовольствий для конкретных удовольствий император да и здесь конечно удовольствие больше к не хотел бы получить мужчина мужчинам смотрите в целом я могу сказать что если к примеру вы с этим мужчиной в браке вы ждете возможно финансовые поступления и они могут решить действительно какую-то поездку куда-то отдохнуть это не обязательно там посетить море какие-то санатории а здесь может быть вообще быть поездка банально даже в кинотеатр понимаете то есть девятка кубков это тогда когда мы отдыхаем мы наслаждаемся прекрасным я не знаю прекрасными видами да мы наслаждаемся изумительной какой-нибудь изысканной едой блюдами понимаете но для этого нужны деньги вот здесь вот что-то может быть связано с финансовым аспектом либо здесь еще такой момент вы ждете финансовых поступлений может быть какой-то суммы незначительно не хватает для приобретения автомобиля либо вы продаете автомобиль для того чтобы опять купить себе что-то более то что вы хотите да но здесь больше хочет мужчина я вашу женскую карту девочки я не вижу еще какая какой момент здесь может проигрываться что-то связано с детьми по конкретнее если смотреть то либо вам ребенка куда-то надо отправить либо наоборот его откуда-то забрать это есть это я сейчас объясняю для тех кто вот прям в паре находится вот конкретно семья семья если вы допустим находитесь просто во взаимоотношениях да то вы ждете от этого мужчины предложение возможно руки и сердца вы хотите это может быть побыстрее а император по сути никуда не торопится он закрыт девочки и особо вам может кормить завтраками завтра 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 не сейчас потом ну и в целом все таки если кто-то в ссоре не общается с мужчиной да вы можете считать что он занят какими-то своими делами вообще человек живет как говорит как сыр в масле купается да на вас никакого внимания не обращает но вы все-таки надеетесь на то что человек может как-то проявиться в вашу сторону хотя надежды эти уже с каждым днем могут ну ходить на нет и в связи с этим вы можете также внутри задаваться вопросом а зачем я то сижу жду чего я выжидаю да я тоже хочу жить и у вас тоже сейчас намечается возможно конкретное такое движение на поиск конкретного человека императора то есть солидного мужчину надежного мужчину для того чтобы ну как покайфа журе да то есть себя как говорится развеять вот какой-то такой момент такие момент такие ситуации я описала если с вами резонирует подходит то продолжайте смотреть продолжайте смотреть в каких энергиях находитесь вы по отношению к этому человеку давайте посмотрим каких энергиях находитесь вы у вас есть некая стабильность на стабильной основе у вас есть интерес к этому человеку но он скрытый интерес у вас есть по отношению к этому человеку страсть желание вожделение и вы вообще как-то настроены на него я тебе все равно приманю дано на свою энергетику вы прям сконцентрированы девочки на этом человеке для тех девочек кто действительно ну как бы в поиске мужчины для приятного времяпрепровождения либо для серьезных отношений до чтобы вот знаете такое ощущение что вы позволяете себя баловать вот как то вот так то и да то у вас есть конкретный выбор но этот выбор он незримый как правильно объяснить здесь в вашем пространстве может быть достаточно кавалеров да и вы пытаетесь сейчас подключить свою интуицию я никуда не тороплюсь я присмотрюсь да также вы параллельно можете присматриваться еще к этому человеку да я посмотрю что ты еще будешь делать в мою сторону вообще будешь что-то делать или не будешь если не будешь я особо напрягаться не собираюсь да ну нет так нет как говорится вот что-то такое по прослеживается да и если действительно от этого человека не поступает в конкретные сроки которые девочки вы могли даже для себя обозначить ну как говорится все adios bye bye вот что-то такое не ты так на твоем месте будет другой я знаю что я классно я знаю что я крутая я знаю что я очень интересная я манкая для противоположного пола поэтому ты конечно классный но для меня но не хочешь но и не надо если здесь идет все-таки речь это ваш супруг у вас там какие-то такие житейские вопросы на повестке дня то смотрите возможно вы этому человеку даете подсказки те которые вы интуитивно чувствуете сюда ходи сюда не ходи это к этому присмотрись а к этому не присмотрись то есть вы реально можете давать очень дельные советы где-то кстати его притормаживать не торопись да не торопись давай подождем есть варианты возможно еще получше покруче вот какой-то такой момент да и вот я сказала касательно бытовых каких-то вопросов давайте посмотрим каких энергиях находится мужчина по отношению к вам в каких энергиях находится загаданный человек по отношению к вам такая энергия милая милота прям милота девочки тут по вам человек как-то вот сейчас подождите он может вот смотрите если вы человека притормаживаете это семейные пары да если вы его притормаживаете давай присмотримся к чему-то да чуть попозже решим надо не надо это приобретать или там с ребенком какие-то вопросы либо по поводу путешествия да давай подождем то в этот момент он реально злится он на вас злится но внешне он вам может демонстрировать хорошо дорогая давай подождем но внутри он кипит он взбешен он готов вам высказать как говорится все то что она вас думает да это скрытно он это не показывает у него есть много переживаний а вдруг вы не правы да а вдруг вы его притормаживать и и у вас какие-то свои меркантильные интересы вот здесь вот тоже этот момент будет прослеживаться на еще какой момент если вы с этим человеком не в отношениях да то здесь конечно у него есть к вам тяга особенно в какие-то определенные лунные циклы вот прям его выворачивает выкореживает изнутри ломает вот реально его ломает человек бесится недоволен самим собой недоволен вами потому что у него к вам есть эмоции и он пытается эти эмоции сдержать но тем самым он себя больше еще внутри разрушает действительно тяга сумасшедшая девочки к вам тем более все таки вышла верховная жрица в энергии вы для него очень сладкая женщина у него есть к вам вот это вот стремление душевное стремление когда же какое-то искреннее стремление и вот как правильно тут сказать вот это искренне открытость какая-то душевность он пытается ее уничтожить понимаете он может не соглашаться он может не соглашаться с тем то что вы все-таки задели его за живое за его вот прям глубину пашкубков это вот прям эмоциональная глубина душевность теплота возможно человек никогда такого не проживал еще в сочетании с луной тут понимаете вы как-то вгрызлись туда в подсознание его и это его не радует это его вымораживает это его выбешивает и как из этого от этого избавиться он не понимает он может уходить в разные как говорится утешение для себя утешение могут быть какие угодно игромания чревоугодие алкогольная зависимость ну и также разгульная жизнь да не помогает но вот не помогает хотя он сильный характером он очень сильно но перед вами он паш слабенький перед вами он очень слабенький давайте посмотрим все-таки какая вы в его глазах для начала какая вы в его глазах для начала какая вы в его глазах женщина которая может разбить сердце на раз-два тем самым не давая мужчине видеть свое будущее вот у него как остановка понимаете развития нет еще какой момент еще и надо на деколдущий пятерку кубков какой у нас видит какая вы в его глазах вы действительно девочки могли поставить где-то точку да вот смотрите те вот те люди которые допустим браке вот там вы решаете какие-то бытовые вопросы да здесь может быть такая ситуация вы будете условно вставлять свои пять копеек и то будущее допустим который видит мужчина вы не дадите этому будущему развиться и это это неприятная такая история ну как о чем здесь стройка солнце вот вроде бы вопросы решаются но и в то же время как то вот словно обламывается вы способны на это как то ломаете планы что ли и мужчину это не радует на самом деле если конечно мужчина здесь вас кормит завтраками давай потом давай потом ну к примеру вы хотите чтобы человек вам предложил руку и сердце к примеру да а он вам говорит потом 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 то к сожалению он видит видит что вы рассчитывали на будущее с ним на этого будущего нет и он понимает что он вам разбил сердце вы рассчитывали на счастье вы рассчитывали на благополучие но к сожалению нет потеря до . десятка мечей чья ваша или его десятка мечей чья ваша или кто так сильно переживает тьфу десятка пентакли ничьи да вы оба на самом деле вы оба вы переживаете по одной причине а он может переживать по другой причине у каждого у каждого понимаете у каждого свое какой он вас видит все надежды на будущее все планы они уничтожены реально ну еще раз повторюсь для кого-то здесь мужчина видит что вы способны вообще обломать все планы вы сами способны обломать все планы ну давайте посмотрим какое решение тогда он принял в отношении вас но здесь что-то такое прям тяжеленькое вышло честно говоря какой он вас видит его решение в отношении вас решение еще не принято здесь много мыслей прям вообще тут одни мечи это ментал понимаете как и у него идет на снижение с одной стороны я решил да я решил все я выбираю допустим себя к примеру да я могу все решить сам самостоятельно и потом пошло поехало так а вдруг все таки я где-то не прав вдруг я вхожу в такой самообман нет надо еще поразмышлять надо здесь не горячиться надо все хорошо просчитать если это касается бытовых вопросов здесь мужчина может реально задумываться о том что а может быть вы и правы может быть действительно не стоит никуда торопиться да и прислушаться к вам если мужчина допустим который претендент на вашего супруга то опять здесь такой момент я еще не все для себя понял я еще не до конца все свершил то что я хотел свершить да и пока я притормаживаю вот этот вот бракосочетание нет мне нужно что-то еще многое успеть сделать я не тороплюсь но из виду девочки однозначно он вас не выпускает то есть если вы считаете к примеру что между вами вот как показано да к примеру точка и десятки пентаклей не будет то есть семьи все стоп все планы рухнули да и вы в расстроенном таком состоянии нет здесь мужчина просто берет офигенный тайм-аут для него так выгодно но он вас папажу мечей из вида не выпускает однозначно здесь человек может за вами реально наблюдать или если вы к примеру встречаетесь как-то как-то там встречаетесь да он очень тщательно наблюдает за вашими жестами за вашей мимикой да то что вы говорите анализирует много от вас скрывает и вот опять повторюсь если к примеру человек так вам обещает что давай через полгодика мы вернемся к этому вопросу это будет ложь это будет неправда потому что он не готов даже через полгода вернуться к этому вопросу чтобы как-то официально оформить ваше отношение не готов если вы находитесь как говорится тут в многоугольниках девочки еще раз повторюсь с одной стороны человек реально может очень хорошо от вас отдалиться кстати но он вас из виду все равно не выпускает какое решение принял никакого решения он не принял нет потому что на дне колоды еще аркан звезда понимаете вы для него все равно остаетесь той женщины которая очень манит нет девочки он он вас держит он вас содержит внутри почему а почему у него вот такой вот все равно внутренний накал и тут по энергетике рыцарь вышел почему у него все-таки такой внутренний накал по отношению в отношении вас почему такое вот несогласие понимаете несогласие почему несогласие почему почему у него такое несогласие вот вот он хотел бы вот сейчас сейчас скажу вот смотрите для тех у кого в семье идут бытовые вопросы решение там каких-то вопросов я выше уже озвучивала да здесь он хотел бы все-таки решение принимать сам самостоятельно чему быть а чему не быть но без вашей указки давайте так сам самостоятельно но он понимает что к женщине нужно прислушиваться потому что он по дураку может сделать не тот шаг он может рискнуть и этот риск реально будет неоправдан и вот это его коробит это его выворачивает ту жезла ту ту с мечей там ну каша честно говоря да желание и мозг включается нет надо все-таки надо все-таки себя приструнить да а хочется самостоятельности хочется самому быть как говорится у руля если мужчина здесь все-таки который претендент на статус супруга то он опять он еще не хочет девочки освобождать себя от этой легкости он не согласен с этим он еще как говорится не надышался свободой не надышался и если допустим например у вас взаимоотношения многоу где вы состоите в многоугольниках то здесь по легкому он понимает что уже не получится а его очень сильно к вам тянет понимаете он с одной стороны понимает что должна быть поставлена точка а он не может этого сделать потому что с вами классно потому что с вами подъем потому что с вами повышается адреналин поэтому он вас не хочет отпускать и поэтому он решение принимать не хочет хотя осознает этот момент что надо надо но как понимаете тут же еще и ваша сторона согласитесь ли вы на его какие-то конкретные условия потому что видите как а как он к вам относится вот сейчас я а как он к вам относится почему-то мне хочется в этом раскладе задать этот вопрос а вообще в целом как он к вам относится королева кубков приехали а и пусто пусто да пусто вот понимаете здесь все таки для кого-то девочки проиграется что все вообще ваш чувственный аспект на самом деле был обесценен а для кого-то проиграется что без вас нету и жизни смысл жизни np ну все равно здесь человек выходит ну хоть и он вышел императором но по шуту по дураку где-то все-таки чувствуется вот этот вот, как шут гороховый. Понимаете? Вот у императора были вот эти вот, как они, скоморохи или как их назвали-то, да? Ну, примерно что-то такое. То есть страной управляет шут гороховым. Империя управляет шут гороховым. Я ни в коем случае никого не хочу обидеть. Поймите правильно. Давайте вам совет-подсказку возьмем. Совет-подсказка для вас. Как вам быть в ситуации с загаданным человеком? Как вам быть в ситуации с загаданным человеком? Как вам быть в ситуации с загаданным человеком? Ну, вам тоже, девочки, нужно определиться на вы же тоже где-то под зависли под застряли вот зависли под застряли смотрите если к примеру это ваш супруг вот понимаете у вас от этого супруга вы тоже очень сильная созависимость у вас да вы реально считаете его как бы чуть ли не своей собственностью и вы им управляете как говорится и влево и вправо и вы не даете ему действительно стать императором и поэтому он реально чувствует себя где-то даже как шут гороховый то есть он сам не может принимать решение если к примеру вы постоянно ему даете по подсказке указки сюда ходи а сюда не ходи а тут в общем понимаете да о чем речь если все таки здесь любовные отношения любовников то вам нужно все-таки определиться для себя что ваша а что не ваша этот мужчина реально ваш если он чужой муж девочки ну ну все отпустите он чужой муж это не ваш муж это чужой муж понимаете вы же стоите на месте вы сами не в развитии вы не можете себе наладить личную жизнь к вам в ваше пространство не может войти никакой другой мужчина потому что этим человеком все заполнено если к примеру этот человек который претендент на статус супруга вам тоже нужно уже здесь определиться а соответствует ли он тем требованиям которые вы ставите к королю пентаклей или он только вот такой вот по королю кубков как кто такой король пентаклей это реально муж на которого можно опереться он стабилен он зарабатывает да он берет ответственность рыцарь кубков за кого вы держитесь этот мужчина он не будет держать это с ему только нужны удовольствие я пришел ушел кайфанул пока и фажорил ушел и так далее и реально король кубков он может как говорится вешать лапшу на уши кормить завтраками говорить очень умеет красиво причем умеет говорить а по факту по делу ничего я больше чем здесь уверена вы не увидели от него никакого нормального физического подтверждения что вы действительно его женщина вот королева кубков кубков проиграется все-таки для тех мужчин вот без которых вот жизнь не представляет это только те кто в браке а все остальные девочки здесь тотально идет обесценивание вас вы в связке вы вы в зависимости понимаете во всех случаях вы зависимости и с этим надо бороться и это надо убирать потому что еще раз повторюсь у вас у самой нет движения если вам кажется что вы движетесь ничего подобного вы стоите на месте ваша душа она рвется как говорится вперед а вы должна произойти башня должно кардинально поменяться вообще кардинально поменяться все и только тогда вы можете как говорится вздохнуть полной грудью и начать выстраивать по-новому иначе свою жизнь здесь вот идет речь об этом башня должна произойти измениться должно все надо и после поэтому девочки здесь вот такой момент кому-то надо все-таки дать возможность чтобы мужчина принимал решение да они жил только вашими подсказками да как быть а как не быть дал можно конечно мужчине как-то его как-то подвести к решению но совсем другими фразами иначе по-другому совершенно с другим подходом ну в общем так девочки кто хочет разобраться в своих ситуациях пожалуйста обращайтесь все контакты внизу в описании под видео я с вами надолго не прощаюсь увидимся в следующих видео всего доброго до новых встреч